Доброе утро, уважаемые коллеги! Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Кто у нас сегодня присутствует? Санкт-Петербург с нами вижу, Югра, Немецкий автономный округ, Котлас, Иркутск, Комсомольск-на-Море, Казань, Брянск, Надым, Благовещенск-Амурская область, Новосибирск, Всемирно, Челябинск, Москва, Южный автономный округ, Татарстан, Златоуст, Алакуртин, Липецк, Сыктывкар, Мурманская область, Петрозаводск, Приморский край, Липецк, Кировоград, Приморье, Комсомольск-на-Амуре. Я вас тоже очень рад видеть, коллеги, доброе утро! Оренбург, Красноярск, в общем, все-все-все. И Свердловская область. Очень рад я вас видеть, мы сегодня давно не виделись. В преддверии начала учебного года поздравляю вас с тем, что желаю вам хорошего начала учебного года. Скажите, пожалуйста, а как вы отдохнули, коли мы сегодня говорим о здоровья-сберегающих технологиях? И отдыхали ли вы вообще? Пишут, отлично, Евгения. Людмила Зорина пишет, почти отдохнули. Александра, замечательно. Андрею Мартынову не пришлось, очень плохо. Татьяна Николаевна, хорошо. Мария Олеговна, хорошо. Елена Александровна, хорошо, не мало, 56 дней отпуска. Елена, хорошо, пишет. Александра пишет, Байка, лучшее место для отдыха. Я бы с удовольствием куда-то доехал. Так. Кто-то пишет, Андрей Мартынов пишет, следующим летом отдохнем. Ага, продуктивно. Вот, это очень важно, очень важно. Именно отдыхать самим, настраивать на то, чтобы в каникулы летом учащицы тоже отдохнули. Отдохнули хорошо, качественно. И очень важно, чтобы учителя, конечно же, отдыхали летом, поскольку все время работать невозможно. Нужно давать организму отдохнуть. Вот, я тоже уже давнее не дал вебинаров. Немножко отвык, но тем не менее, зато появился такой хороший настрой на то, чтобы давать опять максимум возможной информации. Да, отпуск это всегда классно, как пишет Татьяна, действительно это так. Ну что ж, давайте сегодня поговорим о здоровью сберегающих технологиях, обучении английскому языку, чтобы этот год прожить тихо и спокойно, и чтобы у нас никто много не болел. И мы с вами, что называется, хороший настрой, который, я так чувствую, есть, не потеряли до конца учебного года. Итак, что такое здоровье и как это связано с технологиями? Здоровье – самая большая драгоценность, которая у нас есть, поскольку если не будет здоровья, то и, собственно говоря, ничего мы с вами сделать не сможем, поскольку мы занимаемся только тем, чтобы поправлять его. Здоровье – это не только отсутствие болезни, а физическая, социальная, психолого-педагогическая гармония человека. То есть физическая, чтобы, конечно же, большая проблема, чтобы не падало зрение в школе. Я вот зрение, как раз в школе, потерял. Социальная, чтобы учащимся и нам с вами, учителям, было комфортно в социуме, школьной среде. Психолого-педагогическая, чтобы ребенку и вам было комфортно работать друг с другом в классе. И гармония человека, в принципе, тоже очень важна. Здоровье сберегающие технологии предполагают такое обучение, при котором дети не устают, а продуктивность их работы возрастает. То есть, когда с одной стороны не переутомляют детей, а с другой стороны продуктивность у нас именно растет. Как этого добиваться, давайте посмотрим сегодня в течение вебинара. Интересные факты. И Рао провел ряд исследований. Вот какие факты они приводят. 70% времени, иногда и больше, бодрствования, именно того времени, которое ребенок не спит, он проводит в школе. То есть, на нас с вами сваливается 70% жизни ребенка. И это тоже нужно учитывать, что все-таки огромное количество времени и влияние проводим в школе. По данным Института возрастной физиологии Рао, 20-40% проблем со здоровьем связаны со школьной средой. То есть, это шум, который бесконечно у нас происходит как во время уроков, так и на переменах. Это то, что у нас дети часто начинают сидеть на одних и тех же местах годами, и их не уговорит пересесть. Иногда мы уже и сами не пытаемся этого сделать. И, соответственно, мы смотрим по одним и тем же углам, зрение падает и много-много других проблем. Какие школьные факторы риска, опять-таки, Рао выделяет? Это стрессовая педагогическая тактика, когда мы все время детей приводим в какой-либо стресс своими указаниями, своими оценками. То есть, тут тоже стоит быть поаккуратнее. Да, вот пишет Ирина Владимировна. Со здоровьем учеников сейчас очень большие проблемы. Сплошь аллергия, сколиоз, астма. И с каждым годом все хуже. Про проблемы с ожирением уже не говорю. Да, сколиоз. Давайте сейчас тоже немножко отвлекусь на это. Вот вычитал недавно, оказывается, Мегат уже давно это делал, по своим ощущениям, что лучше ноутбук ставить на 2-3 книжки, достаточно толстых, для того, чтобы все-таки экран был на уровне глаз, чтобы не было вот этого излишней сутлости. Про аллергию и астму тоже расскажу. Вот работал в двух школах, и в двух школах все время занимался тем, чтобы боролся с уборщицей, чтобы она все-таки убирала кабинет, а не просто возила по нему тряпку. Да, для того, чтобы все-таки как-то количество пыли уменьшилось. Да, это, конечно же, все очень благотворно влияет, если все эти правила выполняются на наше здоровье. Вот, пишет Людмила Зелина, благодарю за закон, поставлю книгу. Действительно, очень хорошо помогает. Намного дольше можно продуктивно работать, не устает шея, не устает спина. И потом я вычислил, что действительно очень многие врачи советуют делать именно так. Он, кстати, и проветривать стал лучше. Вот Ирина Владимировна пишет. А у нас еще недалеко база подводного флота, места с северными. У детей много дополнительных факторов действует. Много детей в нервах, распыляется внимание. Много долго занялся одним видом действительности. Складывается ощущение, что мы участвуем в нашем возрасте здоровее учеников. Да, это тоже может быть, и на самом деле с этим можно бороться. Вот, спрашивают, а как удавалось уговорить уборщицу? В одном случае уговорный, в другом случае просто бесконечными заявлениями, честно. Когда уговоры кончились, просто пошли официальные уже внимания на имя директора, и тогда уже все было восстановлено. Итак, стресс и педагогическая тактика. Есть такие учителя, которые очень любят давать массу нотаций, указаний, от которых дети боятся до дрожи. Вот это и является фактором риска. Несоответственная методика и технология обучения в разрастном и функциональном возможностях школьников. Такое очень часто бывает, когда мы, например, ведем нарок после старшей школы, в начале и на обаут, да, когда просто уже на автопилоте начинаешь маленьким детям объяснять драматические правила, включая туда много теорий, а не прощая, собственно говоря, эту информацию. На соблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к организации учебного процесса. Тоже встречал такого учителя в начальной школе, который не выпускал детей на перемену, но у того же они все под моим присмотром, и не открывал окно, поскольку она всегда очень мерзла. Да, это тоже очень важно, чтобы учащиеся выходили в реакреацию, чтобы класс проветривался, тогда иммунитет будет, и очень много все-таки будет поборота. Вот пишут, в школах полы бетонные, дети заставляют ходить смену обуви, многие у них мерзнут от этого болезни, к тому же развивается плоскостопие. И это уже есть школы, в которых, наоборот, жарко, и что тоже накладывает отпечаток, потому что дети приходят в очень легкой одежде в школу, в школе, соответственно, очень избыточно потеют, что тоже не есть хорошо. Но эти факторы не совсем от нас зависят. От нас зависят, откроем окно или не откроем в классе, выпустим на перемену или нет, если говорить про начальную школу. Недостаточно грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей. Ну, это для классных руководителей, что, конечно, для родителей нужно направлять на путь все-таки сохранения здоровья ребенка, объяснить, что, конечно же, иногда требуется где-то что-то поздно вечера доучивать ребенка, но напирать на это не стоит. Нужно все-таки приводить какой-то нормальный режим работы, бодрства и не сна. Провалы в существующей системе физического воспитания, такие тоже присутствуют. Например, очень мало учителей стойко отстаивают необходимость физкультных минуток по утрам, либо проведение физкультных минуток в начальных, пятых, шестых, седьмых классах в средней школе. Да, очень многие пропускают это из желания дать больше информации, из-за того, что не успевают дать все то, что хотели на уроке. Конечно, хотят из лучших побуждений, но не всегда это есть верно. Вот, тоже пишут. Вот, у нас зимой отопление такое, что жена бывает до плюс 30, и дети перегреты на улицу выходят, а там минус 35. И на пару недель на больничной. Да, это уже нарушение САНПИНов, но, собственно говоря, это уже вопрос руководства, заходы, знания наши с вами. Мы с вами можем открывать окно и спасать их этим. Интенсификация учебного процесса, когда мы все время наращиваем тент, наращиваем количество информации. Есть, например, такое исследование, что у нас с 45-го года в 4 раза уменьшилось количество числов, отводимых на русский язык. Но при этом программа по объему никак не уменьшилась. Вот представьте, да, какая нагрузка, насколько нагрузка возросла, соответственно, на учащихся. Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны, укрепления, здоровья. Да, то, что мы с вами из-за отсутствия времени мало читаем как раз литературу на эту тему, и, соответственно, не всегда знаем, как верно укрепить их здоровье, либо хотя бы поддержать для того, чтобы оно не падало. Частичное разрешение служб школьного медицинского контроля, когда у нас медсестра присутствует только 2 дня в школе из 5. Отсутствие системной работы по формированию ценностей здорового и здорового образа жизни. Да, но это уже больше 2 вопроса, на которые мы сложно можем глядеть, когда у нас нет целостной системы, когда мы не говорим о здоровье сбережения именно на всех уроках. Хотя мы на английском с вами об этом говорим, но это тоже с вами сегодня увидим. Что включает в себе здоровье сберегающие технологии? На самом деле это не только физкультные лутки, огромное количество приемов и факторов, которые помогают нам с вами укрепить здоровье ребенка. Условия обучения ребенка в школе. Это отсутствие стресса, когда мы не вводим детей в излишнюю стрессовую ситуацию. Адекватность требований, когда мы не требуем от них, допустим, выполнение чрезмерного домашнего задания, когда они потом дома 3-4 часа решают только наши задания по английскому языку. Адекватность методика обучения и воспитания. Ну, соответственно, что применяем современные технологии, что применяем их в соответствии с возрастом и так далее. Рациональная организация учебного процесса в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями. Когда мы учитываем все-таки индивидуальность каждого ребенка, возможно, даем кому-то более меньшее задание, кому-то, наоборот, побольше, потому что он может их выполнить. То есть, применяем дифференциальное обучение. Соответственно, учебные и физические нагрузки возрастными возможностями ребенка. Когда мы все-таки не перегружаем детей в соответствии с их возрастом, да, и в третьем классе они у нас в 45 минут не выполняют какую-то сложную контрольную с переводом с русского языка, допустим. Необходимый и достаточно рационально организованный любительный режим, когда мы даем возможность на переменах все-таки погулять, не задерживаем ни в переменах. И даем возможность именно подвигаться, да, выпустить накопившуюся энергию, немножко размяться. Может быть, проводим даже какие-то физкультные минутки именно во время перемен, да, какую-нибудь аэробику. Учет особенности возрастного развития школьников, особенности памяти, мышления, работоспособности, активности и так далее, учащихся данной возрастной группы. На то все это нужно учитывать, сколько он может запомнить. Как развито его мышление, насколько он работоспособен и активен. Конечно же, нельзя давать такой же темп активности после уроков физкультуры, либо такой же темп на последних уроках, как и на первых. Да, то есть это все нужно учитывать. Либо, если, допустим, как у меня было два года, что занятия проходили в субботу. В субботу, конечно, занятия были более творческими и менее активнее, чем в будние дни. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата, когда вы именно общаетесь и обучаетесь, а не происходит такой приказный порядок, когда у вас все время шумно в классе. Это не всегда возможно добиться, этого сложно добиться было в некоторых случаях. Но, тем не менее, надо как-то стараться переходить на рельсы благоприятного эмоционально-психологического климата. Итак, давайте посмотрим на примерах, чем нам могут помочь именно учебники, потому что учебники являются огромной опорой в нашей работе, и во многом именно настраивают на благоприятный лад. Например, в HappyEnglish.ru есть для пятого класса вот такое домашнее задание, где нужно представить себя через 15 лет и написать. 5 вещей, которые вы можете сделать, 5 вещей, которые вы могли бы и хотели бы сделать, и 5 вещей, которые вы не хотели бы вообще когда-либо делать. В чем здесь важность? Материал дается на привычном, понятном материале, то есть мы не говорим о будущем времени, мы говорим о скобе до кабе. В пятом классе они очень часто любят мечтать, поэтому они очень хорошо должны выполнить такое задание. В HappyEnglish для восьмого класса мы можем встретить такое задание. Это буквально в начале учебного года, в самом первом юните. Мы, как обычно, хотим поговорить о погоде. Но мы уже столько раз говорили о том, какая погода за окном сейчас, что в восьмом классе предлагается выполнить такое задание, обсудить в парах, почему мы так часто говорим о погоде, и придумать какие-то свои идеи. Соответственно, мы уже говорим не о погоде, а о том, как часто мы говорим, и, соответственно, затрагиваем эту лексику. Мария Олеговна спрашивает, а вы как добиваете благоприятной эмоциональной атмосферы? Я добивался личным авторитетом, честно скажу, человеческим общением. Старался всегда обращать внимание, допустим, уже когда знаешь учеников, по их выражению лица, там очень часто бывает, болит у ребенка голова. Я не буду в этот день учить, я ему скажу, что он может спокойно отсидеться, выполняю только письменные задания. Но сговорю, что на следующий раз, конечно же, спрошу. Это очень хорошо их настраивает. Я готов был с ними говорить на языке о тех проблемах, которые их волнуют. Это тоже очень помогает. И опять-таки, о хитрости не было, какого рода хитрости. У меня была такая хитрость в колледже, когда я работал по субботам, и там немножко другая атмосфера, когда мы в субботу с ними договаривались, что если они хорошо занимаются, в 9 утра в субботу, то, соответственно, если мы на 10 минут раньше заканчиваем пару, и идем пить кофе в столовой. Это очень хорошо их настраивало на хороший лад. А не придумали ли дети, что что-то болит? Это обычно заметно. У них цвет лица имеется, когда голова болит, поэтому это видно. Если очень часто болит, то, конечно же, уже это не работает. И говоришь им, что слишком часто болит, надо как-то переселить себя. Возьми с собой какую-то таблетку или выпей с утра, если так постоянно болит голова. В общем, конечно же, это человеческое общение, но тем не менее со строгостью. То есть, что если постоянно отсутствует домашние задания, конечно же, я это уже поощрять не буду. Да, именно человеческое общение. То есть, это все настраивает на нужный лад. Но, я говорю, не всегда это получается. То есть, опять-таки, в колледже мы немножко по-другому работали, когда была такая возможность работать в школе и в колледже. То есть, было две группы, две подгруппы. Я и еще одна преподавательница в них работали. И мы не достигли ни нужной, да, с коллегой вот в этих подгруппах эмоционально-психологического контакта, да, когда вот именно идет работа максимально продуктивная. Через последующие полгода мы просто поменялись этими подгруппами и нашли, что так стало намного лучше и всем все понравилось. Нет, чрезмерная доброта, конечно же, вредит учебным процессам. Тут не настройство справедливости. Я не говорю о доброте, я говорю о том, что они должны понимать, что вы их понимаете. Вот как-то так. Может, если вспомню, еще что-то напишу. Андрей Мартынов пишет. Иногда дети приходят с вечеринами, с другого урока. Успокоить получается только, если рассказать им короткую, интересную историю. Мои обожают слушать, сразу успокаиваются. Да, например, вот так. Кстати, а поделитесь своими приемами того, как вы настраиваете на психологически правильные, на национально верную атмосферу на уроке. С удовольствием это зачитаю. А у меня было, что просили проболтать урок. Нужно сказать, тут нужно поступить так. Пишет, я не велась. Да, конечно же, вестись на такое не стоит. Это такая уловка, ее в институте очень многие применяют. Нужно сказать о том, что вот если мы хорошо позанимаемся, то минус 5-7 мы можем в конце урока, если это шестой, уже седьмой урок, то мы можем, конечно же, пообщаться. Последствием мы настраиваемся на работу. Почему бы и нет? Да, у многих интересный, кстати, прием. Вот, если заготовить с последствиями, то можно. Да, если все успеет, пообщаемся. Действительно, песенками, да, мы сегодня поговорим с вами и о песнях. Happy English.ru их огромное количество. Раздавать ребус к активному урока. Отлично. Шутки, анекдоты. О, это вообще очень хорошо работает. Шутки, анекдоты, это замечательно. Почему бы и нет? Действительно, это работает. Вообще, нужно показать, что мы с вами все-таки тоже люди, а не какие-то роботы. И тогда они будут настроены на нас. Скороговорки. Почему бы и нет? Да, есть очень много шуток, скороговорок. Так. Иногда специально готовлю историю. Начинаю на русском, потом не перехожу на русском. английский. Работаем с текстом презентации, затем вопросы-ответы. Вот я здесь очень силен в анекдотах. Скорее, ближе к историям. Как-то находил в YouTube видео, где рассказываются анекдоты на английском языке. И просил перевести, перевести, либо смотрел, кто их повинет. Очень захватывало, поверьте. И даже в субботный день очень захватывало. С удовольствием смотрели. Пытались перевести и дойти до того, что же там было. О чем там говорилось. Разыгрываем короткие сценки. Почему гумление? Зарядочки. Да, тоже нужно. Физзарядка на две минуты стихи на английском языке. Супер. Ученики, по крайней мере, мои, пишет Людмила Зорина, очень любили, когда я рассказываю истории, приводил примеры с моей практики жизни. Да, жизнь на историях тоже очень нравится, очень много не хватает общения с родителями, поэтому такие истории им очень и очень помогают. Пословицами или конкретными примерами жизни. Например, как и где им пригодится знание английского языка в жизни. Да, это тоже очень хорошо помогает. Можно еще и видео вставить, где, допустим, наши известные люди очень плохо говорят по-английски. Да, я сейчас скажу, все сразу вспомнят. I speak from my heart. Помните, кто это сказал? Очень хороший пример того, почему нужно учить английский язык. Да, конечно же, это он. Любит танцевать под ретничную музыку, да, особенно с младшими школьниками это хорошо работает. На экране ввожу презентацию с текстами, танцуют и поют, особенно малыши. Четвертый, пятый класс. Да, конечно же, это очень хорошо работает. Ну что ж, давайте посмотрим на следующий пример. Я думаю, вы очень много найдете тех приемов, которые используете. И в учебниках мы сегодня с вами их покажем. Вот, пожалуйста, можно прочитать песенку, которую можно еще и послушать. А потом послушать, как ее читает Мартин, и повторить за ним. Да, увы. Людмила Зорина пишет еще один пример, как можно плохо говорить по-английски. Да, вот, пожалуйста, еще один пример того, как можно работать, да, то есть можно работать с песенками в happyenglish.ru. Их очень и очень много, и они все на материале той лексики, которую изучается в данный момент. Какие основные принципы предлагают ученые, занимающиеся здоровьесберегающими технологиями, заложить в свою работу? Первый принцип – не навреди. Все примененные методы, приемы, используемые средства должны быть обосновлены, проверены на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя. Да, то есть это должно быть комфортно как и для нас, так и для них. Потому что, конечно же, весь урок говорить учителю очень сложно и не нужно, потому что тогда мы остаемся без голоса. Точно так же и мы с вами не можем простоять весь урок перед ними, проходить по всему классу, то есть нужно и вставать, и садиться. Ну, точно так же, то есть они не должны все время сидеть, какой-то момент они должны встать, какой-то сесть. Это очень в средней, старшей школе обычно и сам этим грешил, когда у нас ученики не вставали для ответа, потому что, ну, вроде как-то это уже не актуально. Ну, а с другой стороны, нужно уже придумать какие-то такие методы, чтобы была у них возможность именно стоя, именно чтобы это было необходимо отвечать на какие-то вопросы. Например, знаменитый врач Бакерия, я был очень удивлен, он говорит, что очень много работает, показывал в свой юбилей за пипитером дома, то есть он работает стоя, пишет именно, говорит, что так намного полезнее. Ну, и учитывая, как он замечательно выглядит, можно сделать вывод, что действительно это работает. Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося. Все использования должны быть оценены с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников образовательного процесса. То есть именно приоритет на здоровье, как наш, так и учащихся. На определенности и преемственность работа ведется не от случая к случаю, а каждый день и в каждом уроке. То есть если мы начали проводить физкультные минутки по утрам на первом уроке, то за пять минут до начала урока, то нужно проводить его до конца, просто придумывая различные варианты этих физкультных минуток. Основные принципы еще какие существуют. Соответствие содержания организации обучения возрастным особенностям учащихся объем, учебный нагруз, кислородность материал должны соответствовать возрасту учащихся. Мы об этом сегодня с вами все время говорим, то есть чтобы это все было, мы посмотрим с вами на примерах. Комплексный междисциплинарный подход. Единственное в действиях педагогов. То есть если один педагог что-то делает, а другой не делает, какие-то такие, опять-таки, как эти физкультные минутки по утрам, то это очень-очень сложно, потому что один в поле не вон в данном случае абсолютно. Хотя что-то тоже можно изменить. То есть тут важно, чтобы все педагогическое сообщество школы работало в одной струне. Можно вариант какой-нибудь физкультные минутки. Но есть банальное ходение, что у вас не зима тормс. Есть примеры, как мы показывали, хендзап, хендздаун из дошкольников, с днем с шагов к английскому языку. Есть еще ряд примеров у нас именно в учебниках. Сегодня я просто не акцентирую на этом внимании, поскольку физкультные минутки, и самое главное – здоровье сбережения. Можно учить стихи с движениями, правильно пишут. Так сказать, коллеги, с удовольствием делитесь. Примерами я зачитаю, почему-нибудь и нет. Раз есть такой вопрос. Можно, в принципе, просто встать и спеть песню. Можно посмотреть, и есть замечательный прием, когда вы говорите и выполните какое-то действие. Да, отрабатывайте, допустим, посмотри прямо, посмотри налево, посмотри направо на английском языке. С одной стороны, вы проверяете, что они знают, а с другой стороны, это и есть физкульт-минутка. Можно предложить им указать, называйте предмет на английском языке в классе, а им нужно на них показать. Да, встать и показать. Соответственно, они будут поворачиваться, как оглядываться, и это тоже будет разгрузка глаз и активное движение. При изучении движений мы выполняем их. Дети от этого безумно. Да, действительно, очень хороший способ. Можно же давать контроль, а прогровать их так. Ран свиньи можно показать. То есть, допустим, если ран движения на ресте, если свиньи показываем как пантамин. Очень хороший прием, компенсаторные умения развиваются правильно. Поэтому, ну, почему бы и нет. Вот, пишут, что мы показывали. Да. Успех порождает успех. Акценты делаются только на хорошем, в любом поступке действий. Сначала выделяют положительные, а только потом отмечают недостатки. Да, иногда даже самые слабые ученики могут в какой-то неожиданный момент, в достаточно, в который всем покажется, сложной ситуацией, находить именно верное решение, давать правильный ответ. И это нужно, конечно же, отмечать. Да, есть, конечно, очень слабые ученики, которых сложно в чем-то поощрить и отметить. Но нужно создавать ситуацию успехов, чтобы все-таки дать ему какую-то опору и мостик для выполнения дальнейших заданий. Активность. Активное включение, как любой процесс, снижает риск переутомления. Да, то есть, когда мы имеем какие-то виды деятельности, спасенных, но активные, то это снижает риск переутомления. Очень часто бывает, когда мы активно работаем, то целый день проходит на заряде бодрестами, когда мы делаем какую-то монотонную работу. А вечером мы совершенно спокойно можем переключиться на другую активность, да, и активно отдохнуть и помнить об этом недолго и долго. Есть замечательный пример изменения для четвертого класса, как можно совмещать активные и пассивные виды деятельности. Где сначала нужно сделать поделку с замечательной такой бусинцей, выполнить действия. Все действия написаны на английском языке. То есть, соответственно, в этом нужно разобраться. Кто-то, у кого-то заработает компенсатурный, не будет ориентироваться на картинку, почему бы и нет, для четвертого класса. Это мне тоже нужно учить. А затем, что самое для нас является главным, им нужно разобрать диалог и поговорить о том, как выглядят их гусеницы. Да, то есть, соответственно, мы учимся уже действия на описание, учимся общаться в диалоге. И, соответственно, действия меняются с активных на более пассивные. Меняются плоскости работы, когда с одной стороны мы работаем за столом, с другой стороны мы встаем. И, соответственно, у нас с вами применяются здорово-осберегающие технологии небо ущерба изучения английского языка. Очень много песен, мы будем с вами говорить, в курсе happymish.ru, вы их можете использовать, мы с вами одну из них сегодня даже послушаем. Страти эмоционального напряжения. Применяются игровые методы, социокультурные аспекты, включенные в урок. Вот, допустим, мне в институте, в школе всегда очень нравилось, когда мы говорили об исторических или каких-то культурологических фактах на английском языке. Интерактивная технология тоже применяется, мы с вами посмотрим некоторые примеры. Давайте, для начала, посмотрим. Можно поиграть в игру. Допустим, во втором классе нужно поиграть в дворе. Один из вас должен указать место, а другой угадать, что находится на этом месте. И дается пример. Да, так мы учим лексику, но в игровой форме, что было привычно и приятно для второклассников. Также очень хорошо затронут, например, happymish.ru, социокультурный аспект. Очень много дается примеров из истории. Например, в третьем классе прочитай историю традиционного английского чаепития. Ответ на вопросы. Да, то есть, дается история, нужно ответить на какие-то вопросы. Соответственно, у тебя переключение, дети уже больше интересуются конспектом и параллельно все-таки изучают английский язык, что тоже важно. И именно социокультурный аспект очень важно развивать. Именно в английском языке нужно очень помочь как и учащимся, так и другим учителям-предметникам в этом вопросе. Также социокультурный аспект, как я говорил, в happyenglish.ru, например, в пятом классе дается песня-баллада о Сунхэлэнже. И, соответственно, с одной стороны, мы развиваем социокультурный аспект, с другой стороны, мы поем песенку, мы говорим потом о ней и затрагиваем все возможности здоровоизберегающей технологии. Также иногда полезно переходить именно на пособие, поскольку для учащихся сменой учебника на пособие является тоже сменой вида деятельности, как и для младших, так и для старших школьников. И, например, можно затронуть пособие Урал, где мы говорим о, соответственно, истории Урала, о его географическом положении. У меня была возможность в течение трех месяцев преподавать уроки географии в нескольких классах, минимум у учителя географии. Вы не представляете, как я ужаснусь, когда у нас выяснилось, что в Калининграде добывают дворян, а не лентарь, и понятие мальтниковой миграции объяснить приходилось по три или четыре раза. И поверьте, у нас очень много ученики не знают, что происходит за Уралом, либо что происходит наоборот в центральной России. И, конечно же, имеет смысл об этом поговорить. Почему бы об этом поговорить на иностранном языке? Да, те, кто живут на Урал, наоборот, познакомятся, например, в данном пособии о том, как можно красиво рассказывать о своем родном крае, и тоже на английском языке. Да, пишут дети, очень интересные тексты, связанные с историей. Как мы видим, дается, например, и список слов, которые будут необходимы. Можно их познакомить, что Урал, как мы видим на фотографиях, имеет богатую историю искусства, и во многих ремеслах обгоняют многие другие регионы, и так далее. Есть еще один замечательный принцип охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни. У нас сейчас и государственная политика на это направлена, и мы с вами тоже в этом можем помочь. У нас очень много заданий, которые рассказывают и тем о здоровом образе жизни. Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека является образ жизни. Следовательно, если научить человека со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить не более. Давайте посмотрим, как это работает. Например, в MJ English для 11 класса мы можем встретить вот такой пример. Деньги, а в группах по 3-4 человека обсудить факторы здорового образа жизни, выполнив задание. Особенно обращаем внимание на такие аспекты, как еда, дляожидневные привычки, стиль жизни и так далее. Также при этом здорового образа жизни можно найти в happymeashe.ru еще много тем это застрадивает. Например, в 7 классе мы можем с вами встретить тему, где говорится о том, в каких видах спорта можно поучаствовать, какие виды спорта именно развиты в англоговорящих странах, допустим, в Америке, в Англии. Можно дальше продолжить разговор о том, что же больше радует всех у нас, допустим, у нас все-таки не скейтбординг, а хоккей, и, соответственно, навести их на место о том, что почему бы после школы не поиграть ими в хоккей. Когда я работал в ДОПе в разорвании, у нас директор очень любил всех вывести на хоккейную площадку зимы во время обеденного перерыва и поиграть всем коллективам в эту замечательную игру. Комплексное использование личностно ориентированных подходов в обучении, создание положительного национального настроя на работу всех учеников в ходе урока. Мы с вами затрагивали эту тему. Давайте еще и посмотрим на примерах сейчас. Использование проблемных творческих заданий тоже очень хорошо работает. Стимулирование учеников к выбору и самостоятельно использование разных способов выполнения заданий. Для этого у нас работают проекты, творческие задания, применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид, форму материала, словесную, графическую, условно-символическую. И все это реализуют у нас в творческих заданиях. И также не забывать про рефлексию, чтобы они понимали, что и зачем у нас происходит. Это тоже включает в здоровье сбережения, в здоровье сберегающие технологии. Итак, давайте посмотрим. Ну, для восьмого класса мы можем встретить вот такие замечательные задания. Допустим, play the time trial game. Sit comfortably in your chair. Close your eyes and relax. Imagine yourself in 10 years' time. Silently answer the questions the teacher will ask you. Ну, учитель задает какие-то вопросы, которые будут именно актуальны в данном случае. Затем, open your eyes, now you are back in class. Talk to the person sitting next to you and say what you have seen. Так можно поговорить о будущем времени, о прошедшем времени и, соответственно, настроиться на комфортный лад, поскольку задание подается в такой неожиданной форме, но достаточно удобной. happyenglish.ru для шестого класса можно найти вот такую замечательную песню «In 10 years», где тоже говорится о будущем времени, которое можно послушать, ее нужно пропеть и, соответственно, очень хорошо отработать навыки умения обращения с грамматическими формами в будущем времени. Елена Александровна пишет «Используй проектную деятельность». Конечно же, у нас для этого очень много проектов заложено в учебниках, и мы тоже сегодня с вами встретим такие примеры. happyenglish.ru для третьего класса можно найти вот такой замечательный пример. «Нарисуй несколько инопланетян, в классе опиши их соседу по партии, твой сосед должен будет нарисовать их по твоему описанию. Замечательное творческое задание, где он меняется в деятельности и применяется английский язык». Я буду подготовить вопрос о членах семьи твоего друга возьми за образец вопрос из упражнения четвертого, где нужно подумать, подумать, что, соответственно, больше подходит и как это все работает. happyenglish.ru для восьмого класса мы можем встретить такие замечательные упражнения. Здесь в первую очередь затронут развитие критического мышления. Нас интересует в данном случае последнее упражнение, то есть в шестом упражнении мы с вами говорим о мифах, которые существуют, а в России тоже хорошо работает на национальный настрой. Затем мы слушаем мнения других учащихся в седьмом классе ангелоговорящих, которые либо опровергают, либо подтверждают эти мифы, а вот во всем упражнении мы делаем то, что обычно говорят, что мы не делаем. Это рефлексии, то есть это уже заложено в само упражнение, в самом учебнике, где говорится о том, что вы думаете о этих мифах, верите ли вы в них, постарайтесь подумать о фактах, которые меняют вот это популярное мнение. Не забывайте о фразах, которые нужно использовать. Да, то здесь упражнение направляет нас именно на рефлексию. А сейчас давайте немножко для разрядки и здорового сбережения нашего с вами посмотрим на интерактивные технологии, которые мы можем применить, которые заложены в учебнике. И посмотрим на первый пример из учебника happyenglish.ru. Сейчас постараемся, чтобы они у всех были видны. Скажите, пожалуйста, картинка загрузилась с учебником? Так, загрузилась. Ну что ж, давайте посмотрим, как мы можем в урок гармонично вводить здоровьесберегающие технологии. в данном случае нам нужно расставить фразы в нужном порядке. Это пример из 9 класса happyenglish.ru. Если у кого-то не появилось, я надеюсь, что через секунду появится. в данном случае отрабатывается умение правильно расставлять абзацы в письме. еще и хорошо работает на ЕГЭ. Да, и в конце появляется ролик, если все правильно расставлено, что тоже хорошо разгружает эмоциональную нагрузку. Теперь давайте посмотрим, например, из учебника милля 4 класса. еще один замечательный пример для того, как можно работать с электронным приложением. Да, это пример из электронных приложений. Да, это анечеточка программы 4 класса. В данном случае нужно соединить вопросы и ответы. Погнать нам потом долго в рабочих тетрадях не искать правильные ответы среди учащихся, поскольку все наглядно. Хорошо разряжает обстановку, когда взгляд от учебника на проектор либо на электронную доску. если все верно, то дается вот такой нотик. В данном случае показано, как можно сделать поделку видео вот такое китая. Итак, давайте разделен? Главное значение или составит правильно диалог между двумя учениками Татьяна Евгеньевна пишет Мне нравится. Да, очень многие у нас нравятся. Демо-версии можно посмотреть у нас на ilustiches.ru в разделе интерактив. В онлайн-доступе абсолютно бесплатно. По четвертям выкладываются упражнения. Как мы видим, здесь ряд идет диалогов. Таких мини-диалогов. Нужно выбрать один из трех вариантов ответа. Если все верно, то, соответственно, дается у нас с вами такой вот ролик. В данном случае с Шевелком Холмсом «Подарок». Да, и как пишет Алена Гиммс, теперь можно приобретать обучающую компьютерную программу с электронной доставкой буквально в течение нескольких секунд. Ну и опять-таки пользоваться разделом интерактив бесплатно у нас на сайте. А теперь давайте посмотрим пример из «Business English», да, как из дополнительного пособия. Эта книга вообще вся интерактивная. Давайте посмотрим на один из примеров. То есть это электронный учебник. У меня же представление о том, как может выглядеть электронный учебник. Давайте посмотрим на одно из упражнений. Да, то есть мы бы листали для нужной страницы, выбрали это упражнение. В данном случае нам нужно вставить слова так, чтобы получилось правильное словосочетание со словом «тим». Татьяна Евгеньевна пишет. Хочу сказать, что при помощи такой программы у меня только 2-4 класса детки стали легко справляться с заданием на аудирование. Я думаю, что в данном случае, поскольку «Business English» рассчитан на 10-11 класса, то очень многое будет заполнено и выучено при помощи вот такого электронного учебника. Давайте посмотрим на еще одно упражнение из учебника «Business English» «Fuyanke Dats». Опять-таки, отлистали на нужную страницу. В данном случае нужно собрать словосочетание. По этому учебнику очень интересно работать и в колледже, и в техникуме, и просто с молодыми учащимися, и со всеми теми, кто даже в взрослом возрасте хочет выучить основы делового английского языка. В данном случае нужно собрать словосочетание, соответственно, они все выстраиваются, нет никаких паутин. Если все верно, то все загораются синим цветом. Ну что ж, немножко передохнули. Давайте посмотрим дальше. Сменили ли вы в деятельности. Я надеюсь, что вам это понравилось. Посмотрим на следующий пример, и давайте посмотрим на такие уже более практические принципы. Конечно же, в физкультной минутке динамические паузы снимают напряжение общей моторики. Вот пишет, понравилось, мы с вами сняли напряжение, да, это такая была своего рода динамическая пауза. Сменили ли вы в деятельности, как мы с вами говорили, да, разнообразие заданий. Читаю, слушаю, говорю, думаю, рассуждаю, пишу и так далее. Направлено на поддержание интереса и снятие повышенной утомленности. То есть, не стоит, конечно же, весь урок, кроме если это неконтрольная работа, писать, писать и только писать. Игра, игровые моменты, преобладающие формы деятельности у младших школьников, через которые ребенок познательно учится анализировать, общаться и сравнить. На самом деле, у старших школьников ролевые игры, дискуссия тоже будет формой игры и хорошо будет работать. Оптимальный темп идения урока, когда мы с вами не гоним лошадей до бесконечности. Так, как говорится, если даже, сколько у нас примеров из сказок, из повествования, что тех же лошадей, если их долго-долго гонят, то вот рано или поздно они просто упадут. Да, вот давайте, собственно говоря, с детьми именно работать так, чтобы это был оптимальный темп идения урока. В нем и лишь можно найти в девятом классе вот такой интересный пример о том, как снять эмоциональное напряжение. Поговорить, кстати, и о привитии здорового образа жизни. Нужно придумать такие какие-то сумасшедшие непонятные виды работ. Да, допустим, софа-тестер. Да, где нужно делать девятая работа, предполагая тестирование различных диванов. Можно тут же вспомнить про Абонова и эту замечательную книгу. Сразу будет хороший настрой, очень можно хорошо об этом поговорить на английском языке, ввести какую-то новую лексику через данное упражнение и, соответственно, выполнить учебные задачи. В happyimage.ru для девятого класса можно найти вот такой пример, где нужно поработать в группах, обсудить следующее, что вы думаете об успехе и славе, гарантируют ли они счастье, хотели ли они быть знаменитыми и нужно рассказать об этом, собственно говоря, всему классу. Очень хорошо вводят у нас говорение в урок, стимулируют к говорению учащихся и, соответственно, отдыхают два раза, поскольку не нужно все время смотреть в учебник. Юлия пишет, а мы ярмарку и вакансии проходим на эти профессии, мы проводим ярмарку и вакансии на эти профессии. Да, почему бы нет, очень хорошо, весело и занимательно, и самое главное, что это фактически в учебно-речевой ситуации вводит английский язык, то есть приближает общение к реалистичному. В happyimage.ru для пятого класса можно найти вот такому, вот, пишет Юлия, чего только не придумали, повеселись в каждом профессии нашласть. Почему бы нет? Собственно говоря, обоимного профессия тоже у нас уже указана. В happyimage.ru для пятого класса можно найти вот такой замечательный пример, где нужно поговорить о том, что следует, какие-то ингредиенты стоит вкладывать в пиццу, какие они стоят, нужно ли там сахар, где вводится нестремление, матч, мнение, лотов. Да, то есть на таком ярком жизненном примере нужно ввести вот эти замечательные слова, которые нам очень необходимы. Кстати, многие вспоминят вообще, узнают, что есть такое произведение, каково бы, по-моему, своими коллегами по литературе. Можно перейти на другое пособие. Да, как я говорил, смена учебника на пособие тоже иногда бывает полезной, поскольку это для них вовременяет в вид деятельности. И поговорить о Санкт-Петербурге. Например, вот в таком задании, где нужно провести такую ролевую игру, где нужно взять интервью на телешоу. Да, нужно выбрать какую-то из ролей, она, соответственно, подготовится и уже как следует выступить. Очень хорошее задание, очень интересно. Вводит учебную речевую ситуацию в жизнь, оберегает здоровье, потому что мы отвлекаемся от учебника. С другой стороны, мы говорим на живом английском языке, что тоже очень полезно. То есть достигаются все цели. Как социокультурный аспект, можно поиграть с ней, вспомнить, о том, в какие годы Санкт-Петербург назывался, какими названиями. А то обычно, кроме Ленинграда, других названий не знают. Например, то, что Петроградом был назван в 2014 году, появилось новое модо, чтобы это было все русскоязычно. А уже в 24-м поменял свое название Ленинград, и только в 91-м вернулся к историческому названию. То есть, опять-таки, такую важную информацию нужно передать им через английский язык, и это будет тоже сменой видов деятельности. Какие еще практические принципы можно указать? Подача материала наиболее доступным, рациональным способом, предполагает воздействие на все каналы. Нестандартное размещение ученических рабочих мест в классе. Об этом, например, вчера говорил министр образования Покалужской области, что нужно стараться в классе расставлять парты на линейне, например, в полукруг. И, опять-таки, очень важные рациональные способы подачи материала. Мы с вами уже очень много примеров на это видели, еще увидим. Чередование горизонтальных работ за сторон и вертикальных рабочих плоскостей. Когда мы не меняем задания, когда нужно все-таки вставать, выходить в доски, либо с места, стоя что-то делать. И, соответственно, меняется посадка, и все-таки заразберегающие технологии применяются. Использование разнообразных систем опроса. Да, это может быть не фронтальный опрос, это может быть опрос, когда мы их разбиваем по группе и так далее. Приведите пример продуктивной введенной лексики. Мы сегодня с вами говорим о здоровье-сберегающих технологиях. Но я думаю, что мы еще проведем вебинар о том, как нужно вводить лексику. И тогда я вам с удовольствием на него отвечу. Музыкальное сопровождение. Когда мы с вами все-таки используем песни. Кстати, песня – один из хороших, интересных способов введения продуктивной лексики. Когда? Я думаю, что в ближайшие месяцы. Сформируем тему, да, поскольку мы о лексике говорили с вами. И, соответственно, мы уже поговорим о лексике. Я пробовал размещать пештаны партами стандартными. Дети мне понравилось, переставил, как обычно. Да, такое тоже может быть, но опять-таки тут нужно исходить уже из индивидуальных особенностей ваших групп. Групповый метод обучения. Мы об этом с вами говорили. Мы вебинарием об обучении в больших группах, где мы с вами различными способами объединяем детей в маленькие группы и, соответственно, работаем с ними. Наталья пишет, а мне очень понравилось, когда переставили партию. Некоторых кабинет не позволяет их расставить широко, потому что он достаточно мал. У кого-то, наоборот, позволяет. Кому-то нравится, кому-то нет, но попробовать стоит. Можно, кстати, какие-то задания, если говорить о рациональной подаче материала, допустим, подготовку в ЕГЭ, подать материале пособия Москва, где дается вот такое задание, которое является форматом ОГЭ, но, с другой стороны, дается на достаточно интересном материале. Да, где-то не разрешает администрация, это тоже может быть. У СС главная претензия, чтобы дети доску видели прямо, а не в поле оборота. Других у них обычных претензий нет. Да, в данном случае мы подаем материал на красочных таких пособий и готовим уже к итоговой аттестации, но на материале таком более интересном и привычном для них. handynglish.ru для третьего класса мы можем встретить вот такой замечательный пример, где дается песня, family rap, обычно очень всем нравится. Я думаю, что, если, знаете, техника сегодня позволит, мы ее вам поставим в конце вебинара. К сожалению, говорят, что нет, но в вечернем точно поставим, да, но мы ставили на вебинарах, очень часто были примеры, когда неучащиеся учителя говорили, что эти дады-дады прибегают те, кто есть в квартире. Обычно всем очень хорошо нравится, и так мы можем научить, кстати, это будет и в виде лексики, куль затронут этот вопрос, потому что все слова, которые новые, они здесь подчеркнуты, допустим, family, father, mother, mother, sister и так далее. Да, через песню очень хорошо вводим новые слова. Да, пишут, мы уже ее слышали, поэтому ничего страшного, если мы ее сегодня не услышим. Но вечером те, кто будет, я обязательно не поставлю. Ее национальные разгрузки и, собственно говоря, смена фидер деятельности. Подача материала доступным способом. Можно дать на примере happyenglish.ru для шестого класса, где, например, нужно поучаствовать в магической лотерее, написать предсказания, положить их в шляпу или кепку, и затем зачитать, уже вытаскивая из этой шляпы или кепки, и поговорить о том, что вы думаете о этих предсказаниях. Кстати, когда мы говорим о том, что вы думаете о чем-либо, это будет, опять-таки, рефлексия, которую мы проводим раз за разом на уроках, что тоже является здоровоизберегающей технологией. В happyenglish.ru для одиннадцатого класса можно поиграть... Вот пишет Наталья, ему это очень нравится. Как-то девочка даже печенье с предсказанием принесла. Почему бы и нет? Очень интересно и очень хорошо работает. В happyenglish.ru для одиннадцатого класса мы можем встретить вот такую ролевую игру, где нужно организовать, например, общение ательера с гостем, что тоже очень хорошо меняет, соответственно, плоскость общения. Да, и нужно их вывести к доске, делать это не за парты, отвлекать других учащихся, потому что им нужно посмотреть, как их одноклассники работают с этим заданием, потом сами участвовать. И, соответственно, мы их отвлекаем от тетрадок, учебников, разгружаем их глаза и общаемся на английском языке. Учебно-речевой ситуации, что очень приближает общение к реальному. Не милей и не милей для восьмого класса нужно видеть еще один пример интересный, где нужно подготовить такую веселую, короткую веселую историю. Сразу идет настрой, что какую историю нужно сделать веселую, то нужно, как следует, постараться. И нужно обязательно использовать слова, которые у нас присутствуют в рамочке. Это очень хорошо напоминает один из приемов. Сейчас настроили на лексику. Когда из новых слов нужно выстроить какой-то рассказ. Поверьте, очень хорошо запоминаются новые слова, используя, кстати, максимальное количество этих новых слов. У кого больше, тот и выиграл. Можно вот на примере этого упражнения, на такую, не олимпиаду, не конкурс провести. На некоторых иногда очень интересно получается. Собственно говоря, по сегодняшнему вебинару про здорово-сберегающие технологии у меня все. Но хочется обратить ваше внимание еще на несколько моментов, прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, на которые я с удовольствием отвечу. По замечательным ученикам, которые я вам сегодня в том числе и показал, в 15-16 году у нас идет онлайн-апробация, что самое главное, особенно в ситуации нынешних экономических реалий, с предоставлением бесплатных учебников. Условия апробации вы можете найти на посылке, на форуме, которая указана здесь. Пока открыт слайд, можно нажав Ctrl и немножко по ссылке перейти туда, и потом посмотреть, что дает апробация. Апробация дает, например, общение с авторами, максимальное общение с методистами, то есть нами, и очень много другого интересного. Посмотрите, пожалуйста, в условиях. Я думаю, что многим понравится. Мы с удовольствием прочитаем то, что у вас получилось, ваши отзывы, всем будет очень интересно. Также у нас проходят конкурсы в разделе Investiture.com, по названию конкурсов, где мы можем в данный момент найти замечательный конкурс «Лучшая методическая разработка 2015». В том году было очень много работ. В этом году тоже очень интересные призы и подарки. Пожалуйста, посмотрите, и вы будете приятными удивлением. Так, Татьяна Евгеньевна, напишите на контакте собака-investiture.ru, мне все зависит от нас, еще многое зависит от почты, и вам понадобится, конечно, сертификат у вас будет. Конечно, без сертификата никто не останется. Также у нас проходят конкурсы в социальных сетях, в которых мы теперь присутствуем. Например, ВКонтакте вы нас можете найти, набрав издательство «Титул» в Яндексе. Четвертая или пятая ссылка будет «Фейсбук» и ВКонтакте. Вот, например, у нас проходил конкурс «Катафото», в котором разыгралась огромная борьба, и, собственно говоря, были найдены победители. Было присоединено больше 20 фотографий в обе социальные сети, что было очень интересно. Либо у нас проходил конкурс на линерике, тоже не так давно, где тоже была, 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 была очень интересная борьба, и, с одной стороны, с другой стороны, были присоединены очень много интересных линериков, которые можно использовать в своей работе. Вот так мы увидели, например, в «Фейсбуке». Итак, всю нашу литературу вы можете найти в интернет-магазине издательства «Титул». Поддержка дополнительных учебных пособий издательства на форуме universitics.ru. Сейчас я готов ответить на ваши вопросы с огромным-огромным удовольствием. Надеюсь, что вам сегодня понравился наш вебинар, и многое, о чем я сегодня с вами говорила, вы будете применять в новом учебном году. И, конечно же, я вам желаю этот учебный год пройти легко, с удовольствием, поменьше сложных ситуаций, побольше победителей различных олимпиад и хороших результатов на ОГЭ и ЕГЭ. Александр пишет, обязательно будем применять. Так, есть ли Олимпиада онлайн? Есть очень хорошие посуды по всероссийскому Олимпиаду. Хотелось прослушать прошедший вебинар на Митцбук. И что делать? Нужно зайти на форум universitics.ru и зайти в раздел «Семинары и вебинары». Там есть видеозаписи и презентации всех прошедших вебинаров. Этот вебинар будет выложен завтра. Очень актуальна тема. Спасибо.